Давайте вместе посмотрим на мифы, которые окружают войну на Украине. Миф номер один. Война началась 24 февраля 2022 года с обвода российских войск на Украину. Это ложь. Я много раз бывала на Украине, в ее восточной части. Мы возили гуманитарные грузы, медикаменты, медицинское оборудование в детскую больницу в Горловке. В этой больнице я видела результаты применения запрещенных во многих странах мира кассетных боеприпасов. Защитить детей от обстрелов могли только санитары и врачи своими собственными телами. Но, к сожалению, одну маму уберечь не удалось. Она и ее маленький ребенок были просто изрешечены. Я видела, как войну переживают дети. Видела их рисунки. Один ребенок нарисовал удар по оживленному рынку. И на его рисунке было видно только одно. Оторванные руки, оторванные ноги, оторванные туловища. Это была война. И она унесла жизни 14 тысяч человек. Эта война травмировала психику тысяч людей. Тысячи людей получили ранения, а миллион человек стали беженцами. Нас хотят убедить в том, что этой войны не было, что не было войны против русскоговорящего населения. Власти хотят, чтобы мы не знали об этой войне, но она была, и мы должны это знать. Миф номер два. Германия не имеет к этому ни малейшего отношения. Это тоже ложь. Уже в 2014 году Франк Вальте Штайнмайер, тогда министр иностранных дел, а ныне президент Германии, приложил к этому руку, когда законный президент Янукович был свергнут во время Майдана. Попыткой преодолеть кризис на Украине стало заключение Минских соглашений, которые бы могли снизить напряженность. Совет безопасности ООН, так сказать, придал им особую важность. И они стали частью международного права. А теперь мы слышим от экс-канцлера Ангелы Меркель, что она вместе с президентами Франции и Украины подписала это соглашение только для того, чтобы Украина выиграла время для перевооружения. Из четырех глав государств, подписавших эти соглашения, Владимир Путин был, очевидно, единственным, кто воспринимал их всерьез. Что же за политики управляют нами? Кто хочет говорить от нашего имени? Нет, от нашего имени они не говорят. И Большая Семерка, и США, и Евросоюз, и Германия утверждают, что оказывают бескорыстную помощь Украине. Но надо помнить, что каждая единица военной техники, которая поступает в Украину, каждый финансовый вклад, это кредит. Это все в кредит. А такая страна, как Украина, в настоящее время разрушенная и неплатежеспособная, которую покинула половина населения, не может быть получателем международных кредитов. И этим трудным положением воспользовался в своих целях Международный валютный фонд, заявивший, что новые деньги будут поступать только в том случае, если Украина отменит запрет на покупку своей земли иностранцами. С тех пор за этим черноземом идет настоящая охота, ведь украинская земля – самая плодородная в мире. И теперь она принадлежит отнюдь не иностранным крестьянам, а большим американским компаниям, таким как BlackRock. Это позор. И я задаюсь вопросом, а может быть эти компании были заинтересованы в том, чтобы развалились стамбульские договоренности от марта 2022 года, когда обе стороны – российская и украинская – сочли возможным, что Украина станет нейтральной и будет найдено решение крымского вопроса. Возможно, эти компании, эти люди были заинтересованы в том, чтобы соглашение не было подписано. Именно крупные американские корпорации разрушили рынок жилья в нашей стране и искупают здесь все подряд. Именно они являются основными акционерами в каждой из 30 крупнейших немецких компаний. Именно они и есть военно-промышленный комплекс, и они его контролируют. Именно они и есть фармацевтическая и химическая промышленность, и они ее контролируют. Именно они решают, когда быть войне, а когда миру. И я полагаю, что мира не будет, а люди не смогут жить в согласии до тех пор, пока эти корпорации не будут лишены собственности. Мы должны лишить их собственности. Именно давайте lähнемся. Субтитры подогнал «Симон»